12 часов 12 16 о чем общаетесь я не знаю я вчера погулял сегодня один сижу скучно понял как там у вас гуляния идут в стране доходят там я не придерживаюсь этой политики но если чо если вы не верите ну возможность ну вот вы лично верите возможность переговоров думаете они что-то дадут или это просто переливание из кустов порой не ну это я согласен поэтому лучше чем громить то собираться толпами тем более сейчас карантин масочный режим все они толпами собираются ну выдвинете кондитута может в тюрьму такого кандидата посадит они выдвинули со временем зачем ну вот там очень сильно лезет польша хотя смотрел видео в польше там сейчас митинги там конкретно их просто дубинками месяц а у нас говорят демократию хотят вести тоже больше хотя сами поступают не лучше зачем лезть вопросов нет но тут сами разберутся в нашей стране просто почему лезут эти страны вот этого и не понимаю ну как у всех свои интерес не мально понимаю потому что германия лезла лезла потому что был тендер на вот как у нас белос германии есть такой же липхер весла германия белос выиграл тендер германии смысла нет а тендер на что у вас будет куда-то поставку или куда-то в европу поставка этим машин самосвал а я понял беларусь выиграла германии уже смысла нет все германии перестала на не польша лезет посмотрите сейчас я смотрю и ту сторону эту сторону смотрю ценю митингуют подрывает именно газете государстве предприятия ни одно частное не митингу азотка и там белос белшина вот они хотят понятно что то за рубежа потому что выгодно потом будет поставлять свою продукцию сюда когда у нас развалит экономику но когда свои предприятия государства руки на украине как делали на украине он уже не один митинг но ты просто так не начинается его кто-то организовывает правильно есть значит какие-то организаторы которые с этого должны зарабатывать которым надо они сюда деньги уложили в эти митинги они вернулись пока что вернулись они начинающие старую волну уже закидывать я в принципе я больше залазь ну потому что до вопросов нет я не то что вы что я там за действующего президента кандидатур нормальных я сейчас не видел на этих выборах слушайте но у вас а вот вы же так следите по чуть-чуть я беру вы же следите по чуть-чуть может у вас из министров есть какой-нибудь комбинатура может быть какой-нибудь бизнесмен не то в целом на кого менять если менять учителя со школы ну как она учительница школы которая была безработной управлять страной но это тоже неправильно за нее тут час все топят с безработной управлять страной она станет главнокомандующей армии это вообще я не понимаю ну как не на вы видите какого не понимает и она будет главнокомандующий вы кандидата какого-то видите в целом нет ни на выборах на вообще интересуясь мне это сейчас у нас тут поднялся кипер да чё-то все начали интересоваться нормально мы живем зарплаты платится вовремя будет пенсии платятся что туда лезть у нас все было хорошо а как относитесь к строительству белая почему нет нормально почему вся европа топит против могу даже объяснить не вся мы станем энергетически независимые это плохо ну как от кого от кого россия а будет поставлять на белое 100 никто не будет ну как никто топлива а топлива откуда но атомная станция тоже на топливе работает мои на уране тоже из россии я наоборот я за союз вот как у нас как снг вот я вопросу нет союзное государство нас в этом плане ну да но у нас в беларуси ведь еще теснее вообще как бы союзное государство строить еще плотнее чем у нас они хотят они хотят в европу украина ушла в европу что нужно стало там 70 процентов зарплаты отдается за коммунальные потому что они повысились на 10 раз ну знаете они с вами могут не согласиться кому-то нравится конечно давно или после этих событий я был очень много раз киеве красивый город по насчет политики не знаю я не сильно туда лезу я не сильно интересуюсь ну когда у нас тут это началась ерунда смотрел там тоже видео тоже может не правда даже пропаганда там идет они могут снимать чего хочешь но с украины мужики говорили когда заткали начал восставать говорит возьмите нас мы готовы а вы горит к нам там поживете и попроситесь назад понял что говорит у вас зарплата в два раза выше она вас выплачивается у нас там бывает по два по три месяца задержки вот так понятно не пропагандирую ничего спокойно нормально неплохо что-то строилось продевалась вот это же т.с. построил есть значит деньги в государстве никто же не бомжевал ну да слушайте а вот как бы вы оценили вот как бы вы ответили на вопрос зачем власть меня у вас в стране и целом вообще я за то чтобы она менялась вот как в америке там побыл два срока там максимум поменяли приходит новые люди новые взгляды она тоже становится как ты работаешь на работе приходишь на работу ты сразу же работаешь показываешь себя тебя потом ты привыкаешь начинаешь делать правильно ну вот я думаю так поэтому тут хлоп новый он опять работает работа развивать потом следующий работы мне кажется так бы было лучше а если вот но вновь пришедший будет себе в карман а потом следующий придет и к себе в карман что вот эта оппозиция сейчас кричит там на военных на милицию на омон вы тут нас набить придет еще хуже и кого они будут просить ну это понятно такие же митинги начнутся вот он нам не нравится изменений хочу перемен каких ну вот перемен хочу так ты когда что ты хочешь ну вот я хочу его вот перемен хочу сформулировать никто не может что они хотят смысл что вот этого а вы не в минске живете или рядом где-нибудь может быть нет я рядом живу да и как вот вы чувствуете что например привозят может видели привозят там автобусами людей на митинге или вот это реально минчане я не виделась что привозят не видели не видел ну значит ну если они могут быть и сможет быть и минчат просто у вас найти есть ну как бы нашей страны одни каналы с вашими каналов я не лезу в полицию это сразу началось я там telegram регистрировался смотрел на их стоит у потом понял смотришь next там одна пропаганда смотришь какой-нибудь белорусский канал там другая пропаганда я все перестал смотреть слушайте ну надо же а как вы свое мнение составляете от событий кого поддерживать кого не поддерживать как вот решить я работаю мне зарплату платят живу отдыхаю машину купил и ходить там он ходит я говорю знаешь как надо сделать было бы хорошо вот эти поливалки воды вот сейчас в эту температуру вывести туда быстренько всего полил это они там хорошо они там стояли и поливали а сейчас вот не надо применять нечего водой полил через полчаса сами замерзли ушли слушайте ну люди заболеют потому что едут люди перекрывают дороги ну зачем ну кто-то едет на работу кто-то с работы кому-то надо тут уже начал из-за того что сами себе вылазит водитель который ехал начинает бить ебало там туда-сюда это вот недалеко еще чуть-чуть гражданская война она тоже тут не нужна зачем но это понятно все к этому пока и клонится что будет гражданская война ну слушайте мне кажется там у вас не так много гуляющих чтобы прям до войны успокаиваются ну хотя как бы просто может перестали более это показывать собирается нормально там собирается я например минск субботу воскресенье даже не езжу потому что хер его знает не ну слушайте на мой субъективный взгляд даже если 10 тысяч выйдет в минске двух миллионам это все равно очень мало просто неудобно не 500 а сколько 50 тысяч выходила до 10 миллионов государства это есть три процента которые продолжали за тихановскую что вы хотите а вы кстати как думаете лукашенко реально 80 набрал или дорисовал себя если честно я даже думаю не буду это думаю дорисовал конечно я голоса объем я знаю что большинство людей за него голосовала а большинство этого сколько 70 55 у меня все кого я знаю все голосовали за действующего или против всех ну понятно потому что я говорю что на этих выборах нормальных организатуры за кого конкретно можно было голосовать я не видел а если бы бабариков вышел бы из газ газ белпромбанка там если честно я смотрел там даже россию полутону начали она же это российское предприятие там раскрутили на том совместном половину россии посадили значит это реально было где-то воровал ну банкиры они такие они могли россии людей тоже посадили начали крутить россияне присоединились пошли выше-выше по цепочке дожди до россии а там даже самая ситуация ну конечно так зачем если он там воровал на этом предприятии стал бы он здесь так же продолжил правильно возможно я вот про нашу часть не слышал только по белорусу что его за воровского за мошенничество не ну когда когда знаете когда второй раз соседней республики закручивали цена аналогичная тема с аналогичным сценарием свои новости а я их проглядываю знаете беда не приходит 1 она всегда вот такой кучкой наваливается а с другой стороны может и хорошо знаете в польше митингует в украине там пиздец сейчас еще посмотрим что в америке будет азербайджан сейчас там воюет сейчас у них перемирия конечно ну не факт так факту там уже наши залезли ближайшие думаю несколько летом будет более-менее спокойно я не милиция военный но интересуюсь мы туда не ездим но если надо будет там я знаю меня там знакомые тоже там работают просто так там никого никто никого не бьет но конкретно вычисляют нормальных организаторов она ведет что снимает как он кидал 3 молотого же никто не снимает снимает только как его уже бьет нас тут бьют но это да мужики тоже куза им проще сидеть у себя в части и никого не выходить чем вот есть это сушки а вот вот эта вот тема что устраивают против полиции вот это вот и подавайте их имена адреса там вот эту проблю зачем люди это делают они разве не понимают сделали в инстаграме группу каратели и вот кого вычисляют скидывают туда и начинается у меня даже и знакомые звонили жене ты проститутка жена фашиста мы тебя вычисли мы твои детей изнасилуем вот они что не понимают что они завтра к ним пойдут что-то случится люди до 23 лет совсем молодежь но как бабушки ходу потому что пенсии им дали там 50 рублей на сходе она идет ну слушайте ну неужели ну и понятно потом их прессует полиция и все кричат если у меня туда сын пошел но у меня пока нету если бы при его сам отхуярил иди школу учись блять ну там ты тебе право голоса не дали до 17 лет блять какой-то право голоса еще есть будет исполниться 18 иди голосуем за кого хочешь ходят много несовершеннолетних идут туда с чего туда идете понятно хотим перемен так спрашивать даже если его каких примен мы не знаем но мы хотим пример так чего хотите скажите я не буду тщательный вопрос время сядьте тогда были как началось то что я сразу сказал надо оставить стол накрывать поляну с одной стороны они с которой сели выпили поговорили забрались все было нормально сразу а если второй тур был президент в этот раз не был я понимаю что он уже старый надо новые он у вас не старый на америку посмотрите там вообще не пойдет но пока не сына да почему на эти выборы он не подготовил я не знаю потому что на следующий так это второму а старшему старшему вряд ли его никто не слышит не видит у нас тоже путина никто не видел и не слышал а если вот предположите если завтра ну завтра условно ближайшее время у вас объявит референдум вместе со сменой конституции там я слышал вас хочет принять ее и объявят вот референдум например вот и например объявится вот одновременно до референдума смене конституции и например входит состав федерации и у вас выбор есть поставить либо как либо федерацию потому что в россии у меня будет российская зарплата у военных зарплата плюс и пенсия намного больше и принципе какая разница ну приму я присягу российской федерации я там самым здесь служить я служу именно за ту территорию где мои родители живут ну грубо говоря в это у меня смысл по крайней мере моей службы не будет другой президент будет командующий будет другая страна вот у меня здесь родители живут я буду охранять этот участок земли там в этом плане вот не но могут и перевести вы что же вопросов нет это же военные в основном видел как у другого приведут с который будет охранять не но это да это я же согласно то есть вы не видите да ничего страшного потом вот события что там страшно мы грубо говоря так вместе у нас такая валюта одну сделай у нас не хранит ничего вот все ездят там пол беларуси у нас работает на россии ну как бы да ну вот официально им будет платиться пить и пенсии будет так и так пенсии платит у нас же есть взаимную мужчину работают на россии не официально а ну не официально знаете и россияне не официально пенсии они-то молодые молодцы заработали денег когда ему будет 67 лет пойдет на пенсию а у него ни хрена там 200 рублей заплатят белорусских это получается 100 долларов но это все понятно это стандартная тема ну то есть вы бы проголосовали бы за изменение конституции немножечко и одновременно за а вы бы как хотели чтобы вот было как у нас пакетом все изменения или все-таки по статей на отдельно у нас целая куча 200 изменений и все вот одну галку либо да либо нет 200 штук вот если у вас будет менять вы как хотели также бы не мать или 200 не принимаете а вы как хотели а есть а если вот например конституции существуют связанные пункты но один одна статья на другую опирается тогда как вы одну не хотите а другую не надо каждый конкретно смотреть не новых взвешено потому что ну а как да нет также тоже не кинешь даже посмотреть что там ну реально открыть почитать я не знаю как нас нас так принято даже берешь кредитом ты хоть почитаю вот это все обычно все меня не на дуре там почитаю может на плюс ты квартиру переписываешь всем пофиг нет я бы почитал я это я к этому так и делаю 200 пунктов ты читаешь ну двадцать-тридцать прочитал надоело а дальше начинаются пункты которые будут у нас так так примерно и было и рассчитано что 200 пунктов делаем до двухсотого не дочитаешь все равно слушайте но есть для этого оппозиционные сми которые прочитают за вас самые неудачные пункты как вот у нас они трактуют свое это не хотят так они снимают то что им выгодно снимать вот на это сейчас обратил внимание снимая только то что выгодно снимать вот европе вот то что я в армии служу нам нормально тоже видео показывает только со стороны уже я не понимаю почему это в интернет не вливают ну не работает может блокировка работа вот я смотрю с противоположной стороны тоже очень много нормальных видео где конкретно задерживают где не признаются их никто не трогает она там на камеру но это знаете это это будет называть пропагандой не потому под прессом скажешь что угодно это называется информационная война ну да вот как на украине прошел майдан у них сделали конкретно военные структуры который занимается информационной войной и это давно в америке есть и вот наверное в этом году у нас на беларусе сделали но поздно не успели надо было раньше делать потому что она реально сейчас дети все сидят в интернете смотрят то что там и вливают то что им там говорят они в это верят они не смотрят как на украине переписали историю что-то чуть ли не ссср на украину напала они же в это верят они же поснимали всех там стали нам ленина все но мы тоже снимали вот польша также польша вере что это ссср напал на польшу ну делили в книжках по истории это написано и не уже сейчас это они сейчас начнут учить детей и через 10 лет они реально будет вере что ссср на польшу напала так оно и будет и они в это будут верить так оно и будет вот через 10 лет у нас какие-то есть моральные принципы в республике ну а спокойно расскажите мне за дороги у вас мне вот говорили разное мнение есть только центральной магистрали хорошие остальные так себе а другие говорят да нет нормально я прописан в одном городе в другом в минске езу честно хорошие я ездил на украину там не то чтобы там поставить беру всех там вообще нет там просто я моя у нас нет дорог схемами где-то может быть в каком-то районе минска бреда холустном куда во дворы въезжать это и будет ямко я сколько ездил по минску там вообще в минске вообще идеально у меня я сам смотря не областной город это районный вообще тоже четко все даже во дворах у меня где к бабушке приезжаю к себе но не один вот говорю ну просто знаете говорят так у нас тут нет хорошей дороги это из россии в европу немножечко рядом с этим нет нет вы не поняли белорусы говорят у нас от россии до европы хорошей дороги вправо влево грубо говорят магистрали тоже делают а дальше там все такое не подтверждаете короче реально ямок я не видел сейчас марина горки живу езжу нету я могу я в мозре живу нету я могу я приезжаю вот ну я редко раз полгода в модах родителям езжу я приезжаю там обычно строится и строится и строится и строится и ремонтирует и делается ну ну то есть работают заезжал недавно ездил в брест в леску область там у нас есть альшаны там не огурцы врач помидоры этих цепей там чуть южнее там еще беларусь монтирует там одни коттеджи дороги они самые большие митину будет близки но не ближе по стаке в европе больше я заехал до них и россии вы там пропаганда значит на них сильно действует да ближе к этому но они все хотят в европу я посмотрел видео вот в польше сейчас тоже митинге там не церемонятся сразу стреляют бьют и ну как у нас было показывают то что ей выгодно им показать ты себя поставь на место силовиков тебе надо это ехать вот обидеть сиди из части до сиди они тоже не хотят ну да они что же приехали они же не просто так вылетают и бьют они сидят наблюдают ездят ну расскажу там чуть секрет ездит на велосипедах вроде как бы мы с вами на митинге на велосипедах но там есть люди которые смотрят конечно тихо риму живут а этот завода который стоит строит колонны там тыры-пыры все он докладывать машина его пизит они это снимают невинного человека конечно невинного работает кгб короче работает почему не должно у них работа когда они за деньги получают ну ладно в россии армия находит а там ездит там пою и там миротворцы в беларуси армия то маленько все таки но хорошая территория у нас хороша армия ну она у нас нормально осващена принципе новое уважение приходит у нас нет у меня стрельбы я вас тут у нас есть правда суда в лучшей части беларуси поэтому стрельбы раз неделю два раза в неделю даже не хочу найти стрелять я уже настрял в этом красиво 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 а медали это всякие зажигания и слава богу я только дай бог только юбилейный будет я в этом плане да она плохо мы не воюем у нас начинают сама себя ебать на занимаемся херней все бумажками его ляде рапортов миллион штук надо написать что кто-то сделать заняться нечем порядок проверят ну а чем-то надо заняться правильно давайте блять проведем смотрим давайте провели блять и пять раз это не пошло повторные повторные с одной стороны плохо когда страна не воюет вооруженные силы они не знаете минулова же есть эти с нами например даже вместе проходят учения какие-то он что-то все выказывает в этот ну что что в боевых действиях люди гибнут воин военнослужащиеся по коронке приехал я поэтому вроде как бы палка двух концах у нас просто начинает забывать зачем вообще нужен солдат в армии печальная да это его в жопу целовать надо просто вот ему тут не матом не ругнуться ничего не сказать ну когда их 36 как на них не ругаться но я их уважаю люблю они приходят на деньги мне звонят приезжают бутылку мне ставят все нормально значит ну все правильно я делаю но ругаться на них все равно не ну как один затупил 2 3 тоже человек мне тоже с эмоцией блять четвертым да заебал ты да вот так там показал что ну а как ну если у меня пришел солдат ему говорят на рубеж стрельбы выходи он чат не есть говорит говно вопрос на ну что с ним надо сделать мы его тогда никто ничего ему не сказали потому что он только пришел я обычно у нас полтора года служит я первые полгода солдат не трогать ну их надо научить ну конечно когда вторые полгода не станешь хуйней заниматься вот тогда их начинает уже ебать потому что я вас научил и значит вы же целенаправленно уже осознанно начинать заниматься хуйней от эти передачи но их уже потом они уже все знают они все умеют только в принципе не за что они задачу постоянно не выполняет поэтому обычно вот второй период такой переход на вроде полгода нету алия тут начинает то что уже научил но это меня политика так много все по-разному короче я столько спрашивал может у вас есть какой вопрос нет просто тоник могу спеть песню я если честно по снг первое место занял по конкурсу этюда когда-то давно занимался баяном смотрите закончил музыкальную школу вот это красиво талантливые люди талантливые я пошел служить срочную службу я до этого но я пошел 23 года более уже взрослый осознанный больше семи лет интересно не знаю мне нравится то у тебя стрельба то у тебя прыжки то у тебя полив бои в лес ходит я до этого два года на заводе работал один тот же станок до 68 лет интересно а тут каждый раз новенькая новые 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 солдаты у нас набора пошел в армию на с 15 ноября набор они полтора месяца в учебке после нового года ко мне придут мне на ворот я старый уволил интересно там разные люди посмеяться кто-то больше не умеет наоборот что расскажет интересно ну вот интересно работу среди садятся они в самолет ты садишься да не сцити не раскроется при этом другой да начинаешь я тут герой буду прыгать только самолет отрывается земли время все уже никто не смеется вы сидят такие и я начинаю под накидывать а мне в прикол уже не раскроется приземлишься все нормально анекдот есть собирается борта но у человека не хватает до борта что на прыжки прибегает офицер в д.с. воздушная на службу и блять к водителю говорит блять ну я понимаю что не прыгал мы тебе денем парашют вот дернешь откроется не откроется вот дернешь запаска откроется говорит приземлишься мы на машине приедем тебя заберем блять все нормально будет надо прыгать хорошо выпрыгивает основной дергать не раскрывается запасной дергает если еще и машина не приедет ну хорошо давайте держитесь там позже не поддавайтесь на панику как всегда давай счастливо мне тоже удачи